В Заречном подведены итоги 16-й заводской олимпиады. Участие в ней приняли 70 школьников из 8 учебных заведений города. Хотел вас поблагодарить за участие и то, что вы впервые в жизни, может кто-то не впервые ощутил вот этот дух и борьбу. Конечно, победа окрыляет, а поражение она больше воспитывает. Поэтому вам всем желаю не опускать руки, а наоборот в тех номинациях, где немножко было провально, на следующий год принять участие и побеждать. Самые младшие участники интеллектуального марафона – четвероклассники. Им были предложены задания по математике, русскому языку, рисованию и физкультуре. В этой возрастной группе победила Алена Сотина из 222-й школы. Среди учащихся 7-8 классов лучшим стал лицеист Артем Зеленов. Самые сложные задания на заводской олимпиаде были подготовлены для старшей группы конкурсантов. Учащиеся 10-11 классов соревновались в многоборье. Здесь к теории по математике, информатике, русскому, иностранному языкам и литературе была добавлена практика по металлообработке. В этой категории лучшим признан ученик 10-го класса лицея 230 Александр Пшеничников. Юноша стал и абсолютным победителем Олимпиады производственного объединения Старт и выиграл главный приз интеллектуального марафона – планшетный компьютер. Я готовился, упор сделал на металлообработку, на токарное дело и на теорию по металлообработке, ну и на английский язык с русским тоже. Александр уверен, что знания и практические умения, полученные в процессе подготовки к заводской олимпиаде, помогут ему уже в ближайшем будущем. Первочередный план – это, конечно, поступить в какой-нибудь престижный московский вуз, выучиться там, скорее всего, на физике ядерщика и, возможно, даже, может быть, работать на заводе. Планы Александра в полной мере соответствуют и главной цели организаторов заводской олимпиады. На производственном объединении Старт надеются на то, что самые умные и талантливые зареченские школьники после окончания вузов придут работать на градообразующие предприятия. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».